Численность партии Рахмона составила около полумиллиона человек. Суд в Узбекистане. Хиджаб не является религиозным одеянием. The Washington Post. Китайские военные в Таджикистане. Народная демократическая партия Таджикистана, лидером которой является президент Рахмон, 7 февраля сообщила, что численность правящей партии составила около полумиллиона человек. Информация о количестве членов партии была озвучена на расширенном заседании Центрального исполкома партии, в котором Рахмон участие принял лично. По информации правящей партии, в настоящее время Народная демократическая партия Таджикистана насчитывает более 460 тысяч членов, из которых 220 тысяч – женщины. Более 176 тысяч из них – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Наблюдатели отмечают, подобное количество членов партии достигнуто отнюдь не широкой поддержкой политики режима со стороны населения, а посредством использования административного ресурса и самой уязвимой категории населения – бюджетников. Местные журналисты провели в Таджикистане небольшой соцопрос, в ходе которого выяснилось, что некоторые люди вынуждены были вступить в ряды партии Рахмона под угрозой увольнения. Так, например, учитель из Вахдадского района сообщил журналистам, что он стал формальным членом правящей партии лишь после того, как директор школы дал всем учителям указание вступить в партию власти. Она сказала, что из отдела образования дали указание, чтобы все мы вступили в партию президента. Мы тоже ничего не сказали, вступили в партию, каждый месяц из нашей зарплаты удерживают членские взносы в партию, говорит учитель. Аналитики считают, что партия Рахмона создана отнюдь не ради реализации в жизнь государства и общества каких-либо благих проектов, а лишь для того, чтобы хоть как-то легитимизировать более чем 25-летнее правление узурпатора Рахмона и его клана. Ташкентский суд признал законным исключение студентки Луизы Муминджановой из Международной исламской академии за посещение академии в хиджабе. Луиса из Хорезма бесплатно поступила в исламскую академию, но перестала ходить на занятия из-за того, что администрация исламского института запретила девушкам посещать уроки в хиджабе. После пропуска 140 часов она была отчислена. Муминджанова подала иск против Комитета по делам религий, Управления мусульман Узбекистана, Министерства высшего и среднеспециального образования и Международной исламской академии. Однако судья принял решение о том, что хиджаб не является религиозной одеждой, а является национальной, что делает запрет обоснованным. В постановлении суда говорится, по причине того, что хиджаб не является религиозной одеждой, а является национальной, поэтому разрешается запретить посещение в данной одежде в учебных заведениях. Следовательно, суд признает законным решение руководства Исламской Академии о запрете появления на территории учебного заведения в хиджабе. Узбекская редакция BBC со ссылкой на собственный источник также сообщает о как минимум четырех случаях, когда из-за хиджаба из Исламской Академии были исключены студентки. Напомним, что тема хиджаба стала острая тема для женщин не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, где таджикские власти объявили настоящую войну против хиджаба, а на законодательном уровне хотят запретить появление в хиджабе в общественных местах, больницах, предприятиях, в детских садах и т.д. Следует заметить, что количество женщин в населении региона, носящих исламское деяние, растет с каждым днем, причем независимо от того, какие меры предпринимают режимы для того, чтобы остановить эту тенденцию. По информации The Washington Post, на территории Таджикистана расположен китайский пограничный КПП. Китайский КПП расположен в районе афганского пункта пропуска Вахон, на территории Мургабского района Таджикистана, пишет Гарри Ших. По его утверждению, он лично посетил эту скромную войную базу Китая во время своей последней командировки на таджикско-афганскую границу. По словам Гарри Ших, на местном рынке Мургаби встретил китайских военнослужащих. Один из китайских военнослужащих по имени Ма рассказал журналисту, что они уже 3-4 года находятся на таджикской территории. Журналист отмечает, что на входе в КПП видны флаг КНР и Таджикистана. В качестве доказательства Гарри Ших опубликовал снимок со спутника, на котором видны небольшое помещение, казарма и учебная площадка. Местные жители также подтвердили данную информацию, сказав, что в Мургабе проходят службу сотни китайских военнослужащих. Китайские военные на местном рынке покупают сотни килограммов мяса яка. Эксперты отмечают, что таджикские власти скрывают факт присутствия китайских военных, что в связи с нарастающей китайской экономической экспансией вызывает в народе серьезное недовольство и обеспокоенность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова